В преддверии Дня Победы в Кызыле прошла всероссийская акция «Парад у дома ветерана». Участники военного парада, юнормейцы, отряд юных казаков, кадеты Кызылского, президентского кадетского училища поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Бориса Борисовича Подгорного и Георгия Васильевича Абросимова 79-й годовщиной Великой Победы. В рамках акции юнормейцы прошли с торжественным маршем под песню «День Победы» в исполнении военного оркестра 55-й бригады перед героями. В знак уважения и благодарности за подвиг ветеранов юные патриоты вручили им цветы, памятные подарки и исполнили песни военных лет. Я ранее участвовал в таком же параде. Эта парада для меня значит честь, поздравить ветеранов с Днем Победы. Нужно всегда помнить и чтить тех, кто защищал нашу родину. В рамках всероссийской акции парад у Дома ветерана приняли участие около 300 учащихся. Ветеранам со временем все сложнее лично участвовать в праздничных торжествах, парадах и шествиях. Поэтому юнормейцы устраивают для них персональный праздник прямо у Домов Героев Войны. Очень отрадно, что наши подрастающие поколения всегда чтят, помнят и всегда помнят наших ветеранов. И мы в этом году проводим масштабно уже два таких мероприятия. Первый раз прошлись перед Домом ветеранов. Это Козылский дом-интернат. И 7 числа и в этот день мы прошлись перед двумя ветеранами. И в следующем году наша задача также максимально охватить всех ветеранов Великой Отечественной войны. И чтобы и участники специальной военной операции также не остались без внимания. Ключевая задача акции – выразить признательность ветеранам за их героический вклад в Великую Победу. Такие мероприятия помогают сохранить и передать память о подвиге ветеранов будущим поколениям, подчеркнуть важность их жизненного опыта и достижений в борьбе за мир и свободу.